Первыми ревакцинацию будут проходить граждане, находящиеся в группе риска. Это медики, педагоги, сотрудники силовых структур и остальной персонал медико-социальных учреждений. Кроме этого, подлежат ревакцинации люди старше 60 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом и страдающие тяжелыми иммунодефицитными заболеваниями. Что касается нашей области, то, согласно официальной статистике, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли свыше 310 тысяч местных жителей. И в целом, большинство актюбинцев не против получать антиковидную прививку на постоянной основе. Нет, одну только прививку сделала, вторую не получает. У нас уже началась ревакцинация, ну то есть повторная прививка. Вы такое планируете делать? Планируем, конечно, обязательно. Обязательно, без этого никак. Нет. А из какой причины? Вам нельзя? Во-первых, мне нельзя, но мне методвод не дадут в нынешней ситуации. Ну и во-вторых, я опасаюсь. Вы считаете, что это ненадежно еще, да? Пока да. Ну вообще, как планируете, если вдруг? Мне возможно, где-то там в будущем. Я да. А будете ревакцинироваться? Сейчас стартовала и вакцинация. Я просто болею сейчас. Обязательно. А собираетесь ревакцинацию делать? Ну придется, конечно. Третья прививка? Обязательно. При этом третью прививку от коронавируса следует проводить с соблюдением определенных интервалов в зависимости от того, какая вакцина была введена на первичном курсе. Если была получена так называемая векторная вакцина, это антиковидный препарат, именуемый «Спутник», то повторную вакцинацию рекомендуют проводить не раньше, чем через 9 месяцев. Если первично были получены инактивированные или МРНК вакцины, в их число входит Pfizer, Moderna, то третью дозу вакцины можно получить спустя полгода. И если раньше говорилось о том, что ревакцинация должна проводиться с использованием другой прививки, то в постановлении главного санврача страны сказано о том, что допускается ревакцинация тем же препаратом, что был использован при первичном курсе. Кристина Вейджа, Сулан Жубаев, программа «Факт».